Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о московском Спартаке, где произошло знаменательное событие. Пол Эшфорд окончательно покинул коллектив. Окончательно, потому что, по сути, всем было ясно уже с момента назначения Амарала, что Эшфорд — это уже какой-то свадебный генерал. Что его сместили с поста спортивного директора, пришел португалец, который уже подписывает новых игроков, а англичанин, ну, ему дали какую-то там должность, какого-то там координатора, не знаю, координатора Тарасовского борща, может быть, или каких-то других важных функций. Но смысл в том, что Эшфорда уже отодвинули, как, собственно, и об Аскале, который до этого тоже активно влиял на трансферную политику. Амарал руководит всем, строит команду на будущее и так далее. Поэтому здесь главный вопрос был в том, сколько еще Спартак будет платить зарплату Эшфорду. Непонятно за что, непонятно за какие функции. И вот, как, видимо, решили все-таки контракт расторгнуть. Об этом было объявлено официально, и давайте это дело мы обсудим, потому что здесь появилось много разных вопросов, на которые нужно дать ответы. Но сперва, хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я регулярно делюсь своими статьями и заметочками на футбольную, а в последнее время и не только на футбольную тематику, например, про хоккей я там тоже активно пишу. Плюс к этому хотелось бы отметить, что там вы можете получить очень приятный бонус от нашего партнера, компании Пари, который предлагает вам фрибеты в 2024 рубля. Как его получить, нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал, там вы получите все инструкции и получите тот самый подарочек. Так что, ребят, не заплутайте, не затеряйтесь. Ну и да, подписывайтесь на мою телегу, там много всего интересного. Ну а теперь давайте пробежимся по ситуации с Эшфортом. Изначально, когда его назначали, было много вопросов, было много сомнений, были сообщения от людей, которые с ним работали, что это вообще не подходящие специалисты. И сейчас, ну, знаете, задним числом все умны, сейчас мы понимаем, что действительно, наверное, это был не лучший выбор, что это был странный персонаж, и в целом в «Спартаке» он никак толком себя не проявил. Стал героем мемов, тем самым немым Эшем, касательно его функций. Но вы знаете, мне всегда сложно оценивать спортивных директоров, потому что зачастую бывает очень сложно понять, не находясь внутри клуба, кто за что отвечает. Вот, например, в «Спартаке» спортивный директор Эшфорд, при этом много сообщений о том, что реально футболистов приводил Абаскаль вместе со своим агентом. И поэтому тут мы можем опираться только на инсайты, касательно того, чем занимался Эшфорд. И, судя по всему, в основном это были неудачи. То есть, есть интервью агентов, где они сообщают о том, что за Дуарта очень сильно переплатили, и это связано с тем, что Эшфорд затянул переговоры с этим самым парагвайцем. Есть вот та самая история с попыткой подписать Луковича, нападающего за большие деньги. Помните, когда Эшфорд, уже понимая, что он уходит из «Спартака», решил подписать того самого серба. И в итоге, что характерно, его тоже перехватили, французы из Страсбора. Но самое главное, в итоге такое ощущение, что французы еще и спасли «Спартак», потому что Лукович обошелся бы в большие бабки. А при этом, судя по тому, как он играет последнее время, ну, не так уж он и хорош. У Луковича в последних восьми матчах сербской лиги два забитых мяча. То есть, возможно, он в тот момент был на пике, и на фоне этого пика его пытались сбагрить куда-то. И вот Эшфорд чуть было не лоханулся, возможно, в этой истории. Так что тут это тоже идет в минус, причем дважды. Пытался подписать игрока, не самого подходящего и удачного, так еще и не подписал в итоге. То есть, это вот минус на минус дает плюс, хотя бы обошлись без Луковича. Плюс истории про то, как он забраковал Пеняева, другие ситуации. Много разных инсайдов, опять же, я свечку не держал. Но, судя по всему, Эшфорд очень слабо отработал как спортивный менеджер. И поэтому здесь, ну, скажем так, все сложилось очень хреново. Негативный имидж того самого немого Эша, неудачная работа на прямых каких-то его обязанностях и в итоге уход с поста спортивного директора, а теперь и уход вообще. На фоне этого, кстати, появились сообщения о том, что он обошелся Спартаку в кругленькую сумму, дескать, потому что у него контракт был действующий не до 2024 года, не до лета 2024, как до конца этого сезона, а до лета 2025. Ну, с одной стороны, да, получается, неустойку Спартаку, видимо, пришлось оплатить, но, по другой информации, от других источников, зарплата Эшфорда была 300 тысяч евро в год. То есть здесь, ну, наверное, пришлось выплатить эти 300 тысяч, но это не катастрофа. Это примерно как месячная зарплата Кутепова в свое время за сидение на скамейке запасных. Поэтому тут, наверное, не такая уж и большая беда, куда больше беды принесли вот какие-то решения Эшфорда как спортивного директора. И, в общем-то, тут очень много вопросов к нему остается, но, тем не менее, смысл в том, что ответы мы получим в лучшем случае в рамках каких-то инсайдов, потому что Спартак, конечно, поблагодарит Эшфорда, скажет, что спасибо за работу и все остальное, а негатив мы будем получать из рассказов, из инсайдов и так далее. То есть здесь, опять же, на 100%, наверное, всей этой информации верить нельзя. Поэтому Эшфорд останется загадочной фигурой, непонятным спортивным директором, с непонятными функциями, задачами и всем остальным. Будем надеяться, что аморал окажется актуальнее. Но, впрочем, в случае с аморалом все-таки очевидно, что это специалист совершенно иного масштаба. Это человек, который в Бенфике работал, который действительно является серьезным специалистом. И здесь, в принципе, по подписанию того же самого Угальда, видно, что серьезных ребят он привозить готов и способен. А вот Эшфорд, ну, не мой Эш, просто еще один интернет-мем в современной эпохе Спартака.